После того, как вы прилетели и спустились по эскалатору, вы сразу попадаете в зону магазина Duty Free. Здесь же находится выдача багажа рядом. Багаж выдают не очень быстро, поэтому есть смысл отдать время и купить все нужные сувениры и алкоголь вот здесь. Ну, в Duty Free разобраться несложно, он не очень большой. У меня есть отдельная информация, что лучше всего купить, это на фотографиях. После того, как вы все купили, двигайтесь в сторону получения багажа. Сейчас здесь народу немного, но, как правило, с утра бывает достаточно большая толпа. Ждать приходится минут по 30-40, хотя единого правила нет. Ну и, конечно, после того, как багаж получен, все необходимые сувениры и алкоголь куплены, нужно двигаться на выход. Пока я сейчас иду в своей тележке. И хочу сказать два слова про алкоголь. Алкоголь в Осланде безумно дорогой, поэтому стесняться покупать все, что нужно в Duty Free не нужно. Ну, как бы то, что надо, нужно взять сразу и с расчетом на сувениры и так далее. Ну, собственно, после этого двигаемся на выход. Как и во всех аэропортах, есть зеленая зона и красная зона. Выбираем зеленую. Нам декларировать нечего. Вообще интересно то, что аэропорт Кифлавик устроен так, при маленьких размерах пропускает огромное количество народа. Ну, все происходит нормально, все распланировано, все несложно. На полу нарисованы желтые стрелки, вот по ним и надо двигаться на выход. И уже на выходе группу встречает гид клуба время-приключений. И выглядит это примерно вот так вот. Вот этот славный парень. Здравствуйте. Именно таким образом. Запомните, вот эту табличку нужно искать среди встречающих. Ну, а дальше все будет хорошо.